Духовная музыка В своей книге «Полюбить церковь» вы пишете, что духовная музыка – особое явление в жизни церкви, а церковные песнопения несут в себе глубочайший смысл и неисчерпаемую пищу для души. Владыка, какая же духовная музыка должна быть в храме? Духовная музыка сопровождает богослужения, как принято говорить, с незапамятных времен. Это действительно неотъемлемая часть богослужения, причем как ветхозаветного, так и новозаветного. И наибольшего своего развития, конечно же, духовная музыка получила в христианском богослужении, богослужении православной церкви, в частности, русской православной церкви. Музыка за богослужением должна соответствовать тому, что происходит в это время в храме. До некоторой степени богослужебная музыка – это музыка служебная или функциональная. Она призвана раскрыть более полно воздействие на чувства, эмоции человека, смысл того, что поется в храме, смысл богослужебных последований, и создать определенную атмосферу, которая помогает человеку молиться и помогает человеку в его общении с Богом во время богослужения. Поэтому сразу можно сказать, та музыка, которая не помогает, а отвлекает, мешает, она не соответствует своему предназначению. А кто должен исполнять эту музыку? Профессионалы или любитель самоучки? Вы знаете, на мой взгляд, это неправильное разделение. Конечно же, церковную музыку должны исполнять любители в таком старинном русском смысле этого слова, как люди, которые любят то, что они делают. И при этом они должны быть профессионалами. Профессионалами музыкантами, профессиональными певчами, профессиональными певцами хоров. Это две вещи совершенно неразделимые. Если этим занимаются люди профессионально грамотные, но при этом неверующие или равнодушные к тому, чем они занимаются, музыка никогда не станет церковной. Самые хорошие образцы, замечательные образцы распевов или авторских композиций, они будут исполнены так, что практически не найдут отклика в сердце верующего человека. Ну и, конечно же, если люди очень хотят петь в церкви и стараются петь в церкви, но при этом музыкально неграмотные, у них просто нет слуха, как это бывает иногда, конечно, при всем их добром настроении, при всем их желании, это тоже не будет настоящим церковным пением. Вот это сочетание любви к исполняемому делу и профессионализма, вот оно единственное правильное такое сочетание для богослужебного пения. В своей книге вы рассказываете о известных регентах, вот многое ли зависит от регента? Ну, конечно, он должен представлять, он должен сам настолько глубоко прочувствовать все это, чтобы суметь передать это хору, который, в свою очередь, своим исполнением передаст эти чувства, мысли тем людям, которые стоят на богослужении. То есть, конечно, регент – это, в общем, человек, которым как бы фокусируется вся смысловая нагрузка богослужения. Возможно ли вот тех певчих, которые не имеют профессионального образования, научить? Есть ли такие специальные курсы, школы? Во-первых, возможно, и не только возможно, так делается и делалось всегда. Если мы вспомним историю, самые замечательные певцы и у нас в России, и за рубежом еще 50 лет тому назад, а уж не говоря 100 лет тому назад, получали первоначальное музыкальное образование именно в храме, в церковном хоре. Самые разные певцы, начиная от народных, таких, как Лидия Андреевна Русланова, и заканчивая такими, как Федор Иванович Шаляпин. Это было место, где люди, поскольку хоры были везде, в каждом селе, это место, где люди могли проявить свои таланты и потом развить их уже на другом поприще. Поэтому, я думаю, что всегда есть возможность научиться. И вообще-то при хорошем храме, городском храме, где есть такие возможности, я думаю, очень правильно организовывать такие хоры самодеятельные из обычных прихожан, в которых люди, поющие там, должны постепенно становиться профессиональными церковными певчами. А возможно ли научить прихожан слушать и слышать духовную музыку? Для этого, во-первых, хор должен петь хорошо. Во-вторых, священник в общении с прихожанами должен об этом говорить. И в-третьих, должно пройти какое-то время. Тогда и в-четвертых, наверное, еще нужно слушать хорошие образцы церковного пения. Сейчас есть множество записей, огромное количество. И человек, интересующийся, найдет целое море совершенно прекрасных образцов церковного пения, которые можно слушать и на которых можно воспитывать свой вкус. Спасибо большое, Владыка. До свидания. Пожалуйста. Заступница – усердное избавление всех зол. В России особое отношение к казанской иконе Божией Матери. Это одна из самых любимых икон на русской земле. В Симбирской митрополии тоже есть свой почитаемый казанский образ. Он находится в Жадовском казанском монастыре, основанном на месте обретения этой иконы. Ну, наш монастырь был основан в 1714 году, а в конце предыдущего, 17-го века, 90-е годы, была обретена икона на источнике, который находится рядом с монастырем. Обретение иконы произошло следующим образом. Именно в это время в селе Ивановска, сейчас он называется, Румянцево, прорывал некто Тихон, который был расслаблен, говорят, церковным языком, то есть был болен. Человек был глубоко верующий, молился Господу нашему, Богородице, святым, и, как любой болящий человек, просил исцеления. И вот, как нам сообщает предание, однажды в летнюю ночь ему приснился сон. В этом сне ему явилась прекрасная молодая женщина. Предполагается, что в этом образе ему явилась Богородица, которая ему сказала буквально следующее. Там большая цитата, я скажу только главную мысль. Что-то, Тихон, лежишь, иди на реку Самородка, вот она внизу, у нас здесь протекает около монастыря. Там на ключе, то есть на источнике, обретешь икону и получишь исцеление. Тихон проснулся, но подумал, как же я пойду, я болен, никуда не хожу, более пяти лет уже. Ну, естественно, никуда не пошел. В следующую ночь ему снится тоже сон. И та же женщина уже с упреком говорит ему те же слова. Тихон встает, собирается, что само по себе было уже чудом, идет сюда. Ну, сразу уточню, что это семь верст, если по прямой брать, от села Ивановского или Румянцево до источника, до реки Самородки. Долго ли он ходил в этот день, мы не знаем. Здесь девять ключей, вот только вблизи нашего монастыря. Оно наше и еще восемь. На каких он был, мы тоже не в курсе, потому что время было достопамятное. И ничего не нашел. В это время его уже в Ивановском потеряли, куда делся тихо, он столько лет никуда не уходил. И вдруг куда-то ушел. Когда он вернулся, к нему, естественно, приступили с расспросами. Но он никому ничего не рассказывал. Был очень расстроен, что сон не сбылся, что исцеление ему не получить. Ну, и, наверное, можно предположить, что в эту третью ночь он уснул только под утро. Ему опять снится тот же сон. И та же женщина говорит ему те же слова. Уточняя, там, на верхней поляне. Вы видите, монастырь у нас находится на пригорке. Он опять собирается, берет с собой девочку, внучку, и идет сюда на реку. И вот когда он спускался вот с этого пригорка к реке, он увидел, что из зарослей мелких деревьев, кустарников, вытекал ручеек. Он пробрался туда в эти заросли. И на зерце, который образовал вытекающий источник, увидел икону, которая, как говорится в предании, сияла неизреченным светом. Это был казанский образ Божией Матери. Вот таким образом икона была обретена здесь. А вот в 1714 году на месте, где была обретена икона, был образован монастырь, где икона и находилась. Сюда стало притекать большое количество народов. И многие, во-первых, получали исцеление. Но наша икона еще помогала в случае такого бедствия народного в России того времени, да и более поздних периодов, как засуха. То есть с иконой, с крестным ходом обходили поля, и Господь, по-моему, Божией Матери посылал дождь. 4 ноября, в день празднования в честь казанской иконы, в Жадовском монастыре совершили божественную литургию митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и епископ Барышский и Инзинский Филарец. Обычно в этот день здесь собирается множество паломников. В этом году из-за карантинных мер их не так много. Но верующие люди все с такой же любовью и надеждой прибегают к Божьей Матери. Перед чудотворной Жадовской казанской иконой архипастыри и духовенство совершили молебен. Митрополит Лонгин приветствовал епископа Филарета, братья у монастыря и прихожа, собравшихся на престольный праздник. Он напомнил историю празднования, которая называется в народе Осенней Казанской. Этот праздник связан с освобождением России, с избавлением ее от польско-литовских захватчиков и смутного времени народным ополчением, которое шло на сражение с казанской иконой Божьей Матери. Несмотря на мужество, героизм, проявленный народным ополчением, несмотря на чудеса храбрости, которые были совершены тогда, русские люди, именно Матери Божией, были благодарны за состоявшееся освобождение родной земли и восстановление своего Отечества. И на протяжении многих веков Матерь Божия заступала, покрывала, помогала тем, кто обращался к ней своими молитвами. Помогала и отдельным людям, братьям обителей или сестрам обителей, самых разных, которые молились перед ее чудотворными иконами, целым странам, народам и государствам. Но также и в России мы знаем множество чудотворных икон, которые почитаются и которые являются как бы видимыми свидетельствами, вехами, историческими вехами помощи Матери Божией тем людям, которые обращались к ней с искренней и глубокой молитвой. Епископ Филарет поблагодарил митрополита Лонгина за посещение Жадовской обители в день торжества. Хочу выразить вам самую глубокую, основную благодарность вам, дорогой Владимир, что вы приехали и в такое непростое время здесь возглавили. Конечно, Царица Небесная, она всегда с нами, она всегда свидетельствует о том, братья и сестры, что именно Господь, Он не изменился, мы не изменяем никогда. Поэтому нам сейчас с вами, наши с вами задачи, делать то, что делают наши предки. Веруйте Господу, упованьте на Него, обращайтесь к Нему, молитесь к Нему. Епископ Филарет подчеркнул, это чудо, что Божия Матерь, ее Казанская Жадовская икона, сохранилась и вернулась в обитель. Благодаря этому монастырь был возрожден буквально из руин. Монастырь был закрыт в 30-м году окончательно, ну в 19-м его закрыли, но монахи здесь жили еще до 30-го года. Практически все они были арестованы, послушники, естественно, их разогнали по домам. И вот перед тем незадолго, как их арестовали, сам последний настоятель монастыря Калисты, или он вместе с аэромонахами это решил, решил, что икону надо спрятать. Икона была передана в Жадовку, там было два хранителя иконы, один бухгалтер, второй, значит, был врач. А вот третьим хранителем иконы стал священник, настоятель храма в селе Оськино Ингельского района, который ныне у нас тоже здравствует, но вот архимандрит Адриан, он духовник нашей епархии сейчас. И вот свыше 20 лет икона находилась у него. А потом, когда монастырь стал возрождаться, в 97-м году, монастырь 96-го года, а в 97-м году икона торжественным образом была передана в епархию, а вот уже с 2004 года она здесь постоянно у нас находится. То есть, когда храм вот этот был построен, естественно, икону перенесли сюда. Как возрождается вокруг своей святыни Жадовский монастырь, так возрождается и сердце человека, который верит в Бога и молится Божией Матери, ведь она слышит каждого. Елена Гончарова, Наталья Горенок, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы спрашивали, что такое селья. Вот как раз мы сейчас находимся в Спасо-Вознесетском кафедральном соборе. Это южный предел. Предел – это алтарь. Вот здесь вот перед алтарем есть возвышенность. Как раз эта возвышенность и называется сельёй. С греческого селья переводится как возвышение. И переходящее от сельи в выдающуюся переднюю часть – это амвон, то место, откуда традиционно говорятся проповеди, преподается святое причастие верующим. То есть, это место возвышает нас от мира нижнего до мира вышнего, на котором находится алтарь и совершается самая основная служба христианская – это божественная литургия. Вот как раз перед иконостасом находится это так называемое селья, где совершаются особые богослужебные элементы – вынос Евангелия, чтение Евангелия диаконам, вынос святых даров, перенесение святых даров. То есть, это сакральное, необыкновенное место, в котором все верующие могут соприкоснуться своим зрением, своим сердцем с тем, что происходит в алтаре. Добрый день, дорогие зрители! Мы с вами находимся во всех святском храме города Ульяновска. Мы поговорим сегодня об устройстве храма, и, в частности, о тех входах, которые есть в иконостасе. Как мы знаем, алтарь от главного помещения храма, где находятся молящиеся, отделен стеною, на которой укреплены иконы святых, спасителя и Матери Божией. И для того, чтобы можно было пройти из храма общей части во святая святых, так по-другому называется алтарь, в этом иконостасе существует несколько дверей. Самые большие двери называются царские врата. Вот они находятся в центре иконостаса и представляют из себя двустворчатые позолоченные врата, на которых изображены иконы евангелистов, Матери Божией или каких-то ангелов. В эти врата вносятся и выносятся из них главные церковные святыни. На литургии совершается малый и великий вход, вносятся и выносятся Евангелие, а также, когда происходит тайнство причастия из царских врат, выходит священник со святым Патиром и преподает молящимся тело и кровь Христову. В царские врата могут проходить священники только в полном облачении. И единственный, кто может войти в царские врата не в полном облачении, это правящий архиерей, который выходит из царских врат для совершения проповеди и для того, чтобы обратиться к верующим. Царские врата получили свое название от молитвы, совершаемой на литургии прежде освященных даров. Когда хор поет, ныне силы небесные с нами невидимо служат, все входит царь славы, все жертвы тайные совершенно дореносятся. Вот этот царь славы есть Сын Божий Иисус Христос. И мы поэтому врата, через которые проносятся тело и кровь Христова, то есть проходит он сам, называем вратами царскими. А что же делать, когда в богослужении есть необходимость покинуть алтарь и выйти в общее помещение молитвы вне этих самых священных, самых торжественных моментов? Для этого существуют малые двери, так называемые северные и южные двери, по двум сторонам от царских врат. Через эти двери выходят диаконы и священники во время кождения, через них проходят тогда, когда не нужно проходить через великие царские врата. На этих дверях чаще всего изображены иконы с изображением ангелов или диаконов, особенно перводиакона Стефана, или еще каких-то знаменитых диаконов, потому что иначе эти северные и южные двери называются диаконскими дверьми. Таким образом, помещение святого святых, алтаря, и помещение храма, в котором находятся все молящиеся, оно не отделено друг от друга непреодолимой преградой. И есть множество дверей, через которые проходят священнослужители, и которые соединяют всю церковь в одно единое тело. А когда празднуется праздник Пасхи, тогда в течение всей Светлой Седмицы и сорока дней после этого царские врата и боковые двери алтарей остаются открытыми, и тогда вся церковь оказывается единой, и вместе торжествует этот великий праздник. На нашу электронную почту поступили вопросы от наших прихожан, от нашей паствы, и сегодня мы хотели бы на них ответить. Ребенок 6 лет, ходит в церковь на службы, но причащаться не может. Не нравится вкус причастия. Когда первый раз причастили полтора года назад, он его выплюнул. С тех пор не можем уговорить никак. Что делать? Дорогие друзья, конечно, нам хотелось бы, чтобы наши близкие все безукоризненно выполняли то, что нам захочется, и следовали тем принципам, которые мы следуем, и исповедовать то, что мы исповедуем, верить в то, во что мы верим. Но надо понимать, что ребенок 6 лет – это маленький, пока еще не сформировавшийся человечек, который требует не только со стороны нашей какого-то принуждения бездумного, но и объяснения прежде всего. Поэтому, когда родители пытаются так вот с бухты-барахты, с ходу, с натиском причастить ребенка, не объясняя ему, что такое причастие, не объясняя, зачем его привели сюда, в церковь. Здесь какие-то стоят бородатые дяденьки, его пытаются что-то скрутить. Мама с папой помогают ему прихожане или алтарники при этом. Для ребенка это, естественно, шок. И даже если бы ему нравился вкус причастия, само причастие для него не было бы праздником, а было таким событием стрессовым. Поэтому здесь нужно самое основное для себя поставить вопрос, что мы хотим получить от причастия наших детей. Действительно, человек хочет механически получить благодать, механически причастить и думать, что за этим последует Божий отклик. Но, конечно, мы должны подходить к ребенку и к вопросу воспитания, к вопросу причастия очень щепетильно, очень тонко. Без всякого принуждения мы должны объяснять детям, что такое причастие и что такое таинство, к которому они приступают. Как некоторые священники говорят, нужно приучить заранее, давать там ложечку кагордом. Это все пустое. Самое основное, чтобы человек понимал, для чего он приходит и куда приходит. И если человек, мама с папой, ходят в один и тот же храм долгое время, беседуют с батюшкой, с которым они общаются, дружат, не будет труда, не составит труда объяснить батюшке, что вот сам химический состав, да, и сам вкус не нравится ребенку. Как решить эту проблему? В индивидуальном порядке можно с батюшкой обговорить, чтобы батюшка давал меньшее количество причастия, да, или чтобы через воскресную школу объясняли это. То есть никто не гонится в церковь за тем, чтобы какое-то таинство было воспринято механически. Все должно быть очень тонко, с любовью, со всякой щепетильностью, осторожностью, чтобы не травмировать ребенка и без всякого фанатизма. Поэтому лучше предложить посмотреть малышу, как причащаются остальные, как причащаются его друзья с воскресной школы, его, может быть, какие-то знакомые хорошие, с кем он подружился в храме. И вот это будет шагом на пути к тому, чтобы ребенок привык к причастию. Именно привык к причастию не как к тому, что ему дают какую-то вкусняшку или компотик, как часто неправильно говорят родители. Вот сейчас подойдешь, мы тебе дадим компотик. Это тоже неверный подход. Лучше объяснить ребенку, что это освященный хлеб, что мы его вкушаем не для того, чтобы испытать усладу какую-то от вкушения, а чтобы обрести сердечную радость, сердечный покой и единение с Богом. Вот это будет объяснение, оно будет способствовать тому, чтобы ребенок правильно принимал причастие. То есть как правильно? С воодушевлением и с желанием. А если этого ребенок не понимает, и воодушевления этого нет, а шесть лет – это уже не три года, не два года, то здесь, конечно, это будет только механически. Нам в осуждение, ты зачем превращать такое таинство в церковь. Поэтому во всем будем сохранять разумные отношения, без фанатизма. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. К нам поступил вопрос о том, что почему после исповеди какого-то греха человеку вновь его свершает. Какой тогда смысл в исповеди? Ну, об этом, этот вопрос касается, наверное, качества исповеди. Первое. Второе. То, что нам свойственно ошибаться и совершать даже после исповеди какие-то те же самые грехи. Это говорит о нашей слабости нашего духа и слабости нашей природы. Если даже такое произошло, отчаяться не стоит. Но стоит еще и еще раз обратить на свою жизнь, обратить на свой образ жизни и как-то попытаться искоренить тот или иной грех. Исповедь – это таинство церкви, которое призвано к тому, чтобы очистить природу человека, а очистить от грехов, от каких-то слабостей человеческих, в том числе и от греховной жизни. Исповедуя грехи свои, мы признаем, что мы несовершенны. Мы признаем о том, что мы грешны, что мы совершаем грех. Грех с греческого языка переводится как ошибка. Мы все ошибаемся. Но для того, чтобы видеть славу Божию, надо признать свой грех, который есть. И на исповеди мы не просто признаем этот грех, но и стараемся исправить свою жизнь, искоренить этот грех в нашей жизни. Есть ли в этом смысл исповедоваться, потом опять-таки грешить? Есть в этом смысл. Ребенок, который не умеет ходить и в дальнейшем начинает вставать, делать такие первые шаги, он падает. Падая, он встает при помощи своих родителей или близких. Но еще и еще раз падая, каждый раз он делает так, чтобы больше не падать. Вот исповедь нужна для того, чтобы мы не падали духовно, душевно и были, пребывали с Богом. Чтобы мы видели славу Божию и жили им и дышали им.